Готов ли корме к переходу на газ для улучшения экологической обстановки в Тимиртау сегодня в городе Металургов состоялся второй межрегиональный форум экологических инициатив, на котором обсудили главные экологические проблемы страны. В фокусе внимания оказались вопросы по сокращению использования угля в промышленности, уменьшению объемов отходов и внедрению зеленых технологий. Без внимания не остался и сам город Металургов, где экологические проблемы не теряют своей актуальности десятилетиями. Тему продолжит наш корреспондент из региона Вера Шеллер. Главный промышленный регион страны Карагандинскую область сегодня сложно представить без добычи угля, но экологи уже сегодня говорят о переходе на альтернативные источники энергии. К примеру, в Германии к полному отказу от угля страна планирует перейти уже через 6 лет. Уголь при своем использовании, вы знаете, на теплостанциях при выбросе вырабатываются твердые частицы, которые влияют на здоровье населения. Эта проблема есть, она постоянная. Для этого необходимо, чтобы на станциях внедряли новые технологии в виде фильтров на всех участках использования и переходили на другие виды топлива. Состояние экологии для города Металургов проблема номер один. Город, в котором зимой идет черный снег, а летом черный дождь. По словам жителей, нуждается в кардинальных экологических проектах. Из-за плохой экологии среди горожан растет количество онкозаболеваний. У нас и городские отходы, и то, что у нас город выпирает от этих отходов, мы не знаем, мы стали заложниками. С одной стороны, кормят другие основные загрязнители. Руководство кормета признает, негативное влияние комбината на окружающую среду действительно огромное. В планах переход предприятия на газ, однако о конкретных сроках пока не говорят. То, что не делалось годами, мы сейчас конкретно говорим о переходе комбината на газ. О газификации. В этом году, в текущем, мы уже приступаем к проектированию и к частичному строительству ветки от газопровода Сарарки до комбината. Это 27 километров. И это лишь один регион. Проблемы же экологии беспокоят казахстанцев в разных уголках страны. Поговорить о них на форуме собрались эксперты, представители власти и промышленных предприятий, иностранная делегация и десятки неравнодушных жителей. На примере европейских стран иностранная делегация рассказала, как в Европе решают вопросы с промышленными предприятиями, улучшают экологию и снижают объемы ТБО. У Казахстана огромный потенциал возобновляемой энергетики. Европейский союз хочет стать первым континентом и к 50-му году добиться климатической нейтральности. На пути к этому мы уже к 30-му году хотим сократить выбросы парниковых газов на 55%. Помимо газификации промышленных предприятий, для большинства регионов страны до сих пор остается актуальна установка контейнеров для раздельного сбора мусора. К примеру, в Караганде не во всех микрорайонах города установлены даже контейнеры для пластика. Проблемным вопросом остается вырубка зеленых насаждений, на которые власти города без разбора продолжают выдавать разрешения. Организаторы отмечают, по итогам форума будет подготовлена резолюция с предложениями, которые будут переданы в правительство. Вера Шеллер, Кулиген Рашидов, телеканал Атамикен Бизнес, Карагандинская область.